Армянская сторона признана международным сообществом агрессором, и ее попытки переложить вину за карабахский конфликт на Азербайджан, никогда не увенчаются успехом. Глядя на заголовки в некоторых СМИ, о якобы, попытках диверсии со стороны азербайджанской армии, читатель, впервые столкнувшийся с карабахской темой, может ненароком подумать, что это Азербайджан захватил с десяток другой марзов Армении. И теперь намерен двигаться дальше. Поэтому, такого рода призывы Армении к минской группе ОБСЕ и ООН, должны тщательно выверяться в самом Ереване. В минской группе ОБСЕ и ООН, я думаю, знают, кому там в регионе, и что принадлежит, поэтому на такие призывы особо не реагируют. В противном случае Баку получил бы от них мгновенные жесткие ноты. Кроме того, непонятно главное, кто там конкретно устраивает, эти самые вооруженные провокации. Ведь минская группа ОБСЕ до сих пор не дала четкого ответа по апрельской войне 2016 года. Поэтому сегодня сопредседатели вообще стараются не касаться подробностей продолжающихся столкновений. Об этом пишет российский эксперт по вопросам внутренней и внешней безопасности, Григорий Трофимчук. Что касается возможности возобновления боевых действий, в зоне армяно-азербайджанского соприкосновения, то, это вполне реально. Война там не закончена, а лишь приостановлена, поэтому она теперь постоянно идет сбоку. Карантинные антивирусные меры на эту данность, никак не влияют, скорее, наоборот. При этом нельзя исключать и биологические атаки со стороны террористов, которыми можно добиться цели без всякой войны. Кстати, и американские биологические лаборатории до сих пор находятся, как ни в чем не бывало, на территории Армении. И почему-то, до сих пор не внесли свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Вопрос, а что происходит внутри этих биологических полигонов сегодня? Вот о чем бы задуматься, сопредседателем минской группы ОБСЕ, ведь война может вестись разными методами. Азербайджан поступает чересчур Гумана, до сих пор не подняв вопрос на уровне ООН, по поводу нахождения данных объектов фактически в зоне конфликта.